Ведущий подкаста «Русосшественники», «Заядлый путешественник», «Блогер» и просто человек, влюбленный в Россию и в языки, на которых в ней говорят. Йенс Такли отправляется в очередное путешествие и делится со зрителями своего ютуб-канала планами. В нашей стране он далеко не впервые, поэтому знает, чего ожидать. Цель этой поездки — узнать республику и местных жителей, а местные — это народ коми. Йенс уже побывал в восьми национальных республиках нашей страны и планирует посетить их все. В этот раз маршрут из Осло в Москву, а оттуда в теплый и гостеприимный Сыктывкар и сразу за дело. Студенту повезло попасть на последнюю в 2019 году лекцию проекта «Пешком по Усть-Цесольску». Вечерняя прогулка по ночному городу, а затем прямиком в Ухту. Формат блога необычный, от автора не звучит ни одного комментария. Это даже лучше дает пережить путешествие вместе с Йенсом. Я больше визуальный человек, потому что мне больше нравится показывать красивый вид и так далее, как синематограф, можно сказать. Пока я не настоящий ведущий, можно сказать. Это, как сказать, это как эксперимент. Встретив в жемчужине севера Новый год, наш герой после короткого транзита в Печоре прибывает в снежную Воркуту. Там его встречают оленьи упряжки и зеленая красавица столицы мира. Быт оленеводов норвежский гость подробнее изучил в соседнем Салихарде, а затем вернулся обратно в коме. Услышать своими ушами живой коме-язык для Йенса – одно из самых ярких впечатлений от всего путешествия. Мне не интересны достопримечательности и экскурсии на самом деле, потому что мне больше нравится познакомиться с людьми и познакомиться с местами по-настоящему. Для меня это просто очень интересно, что в России есть много разных народов. И да, это как много стран в одной стране. Вернувшись в Сыктывкар, северный гость успел заглянуть в Национальный музей коми, а на видеоряд наложил наш национальный трек, чтобы каждый зритель напоследок погрузился в комикультуру. На вопрос, вернется ли Йенс в республику, блогер ответил – непременно да. Ведь здесь у него теперь друзья, да еще и непокоренный маньпупунер. Только вот ближайшая поездка состоится лишь летом. Коротковат для рядового туриста наш зимний солнечный день. Евгений Стокас, телеканал Юрген.